В Чувашии участились несчастные случаи с гибелью детей. Особую тревогу вызывают происшествия на воде и выпадения из окон домов. Сегодня этот вопрос был поднят на брифинге в Доме правительства. Для многих семей единственный кондиционер в жару – открытое на сышакно с москитной сеткой от насекомых. Вот только многие взрослые порой забывают о безопасности. Из всей общей массы, то, что у нас на сегодняшний день 18 детей, 19 даже Николай поправляет, упали с высоты. Один ребенок – это с дерева, второй ребенок – с крыши сараи, все остальные – это в жилых домах, к сожалению. Поэтому эти несчастные случаи для нас присущи. С ними нам надо бороться, обезопасить детей наших от несчастных случаев, от травм и, не дай бог, от гибели. Этим летом в Чувашии утонули семь детей, пятеро погибли в огне. Несколько детей утонули фактически в присутствии родителей, которые находились рядом, но отвлекались на свои дела и не обеспечили должный присмотр. Хотелось бы мне обратить особое внимание родителей, что на сегодняшний день сами родители должны быть примером для своих детей. 75% утонувших, погибших, купались в необорудованных местах. Рек, озер, прудов у нас на территории очень-очень много, за всеми не углядишь. И необходимо, конечно же, купаться в проверенных, оборудованных местах. Также основная причина гибели – 80% погибших находились в состоянии алкогольного пьянения. Довольно часто равнодушие становится источником беды. Люди видят трагедию, но не помогают им, а снимают происшествия на видео. И все же есть граждане, способные помочь в трудных ситуациях. Буквально на прошлой неделе у нас в республике двоим несовершеннолетним вручили памятные знаки фонд «Доброе сердце» или «Теплое сердце», не помню, к сожалению. «Горячее сердце», «Горячее сердце», которое возглавляет Светлана Медведева. И двое подростков по представлению Чуварской республики за спасение утопающих и спасение в огне занесены в книгу почета вот этого фонда, и они получили соответствующие награды. В итоге брифинга участники призвали родителей внимательнее относиться к своим детям, не оставлять их без присмотра и принимать все меры предосторожности в избежании травм и несчастных случаев. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.